Трура раскаленной светящейся стали градусов 700, наверное, вряд ли меньше. Парни, дайте мне еще хотя бы один магазин. Песок, черт с ним, не страшно. Это самое живучее оружие, которое было у меня в руках. Он все равно работает. Ты чертов, Дункан Маклаус, бессмертный. Мне нужны магазины, парни. Если помните, 5,45 у нас лопнул в районе концентратора напряжений. Это фрезерованная проточка у оковки цевья. Здесь абсолютно цело. Вот что значит чуть более тонкая стенка, которая спокойно может играть и не разрываться при этом. КОНЕЦ Пластик, рукоятка. Здесь все целое без изменений, даже не нагревается. Но вот от сих пор, от приемного окна и до кончика ствола все раскалено. Все светится, если закрыть от прожекторов. Запах горелого пластика уже прошел, потому что пластика здесь не осталось. Все валяется на полу. Термоэкран тоже уже отлетел. Шомпол на месте, до сих пор целый. Все магазины. У нас было два цинка, и они уже заканчиваются. Судя по стволу, он изогнулся, но дальше уже никуда не уходит. Его держит арматура. Газовая трубка запирается здесь. Наповорачиваем флажок, напомню. Все это держится, все это никуда не ушло и даже не шатается. Сюда? Полностью функционален. Конечно, говорить о очень прицельной стрельбе здесь будет сложно. Мираз от ствола такой, что на 50 метров мишень прыгает левее и правее мушки. Но сам автомат стреляет. Брусок! Похоже, друзья, вы были правы. СМ-62 в этом плане куда более вынослив. Его даже теперь чуть проще заряжать. Судя по всему ствол возвращается обратно, поэтому рукоятка уходит немного проще. Волна уже не серый. Вот здесь он уже такого черного матового цвета. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это все? Последний магазин. Два цинка. 1400 патронов. Он выдержал. Остудим его и посмотрим, что произошло. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы вынуждены принести свои извинения. Мы не ожидали, что наш АК-103 проживет столько. Наши внутренние ставки были 900 тысяч выстрелов. Поэтому мы взяли два цинка, зарядили в магазин 900 патронов. Но когда поняли, что патроны кончаются, начали стараться оперативно заряжать. Естественно, темп упал. Но автомат выдержал 1400. Заметьте, это бруски. Все попадания, которые пришли в них, включая самый конец второго цинка, 1300-1400 выстрелы, все это пробивало. 150 миллиметров сухого березового бруса. И говорить о том, что автомат просто плюется пулями под ноги, бессмысленно. Попробуем его разобрать. Крышка. Только грязь. Возвратный механизм. Затворная группа. Затвор. Без каких-либо изменений. Только грязь. И налет. Ударно-спусковой механизм. Целый, без изменений. Вкладыш. Визуально абсолютно цел. Куча грязи, куча нагара. У нас нет цевья, теплозащитного экрана и накладки. Вот они. Как помните, цевьё улетело первым. За ним ушёл экран. И потом я снял накладку. Всё это поплавилось. Ствол немного изогнут. Но автомат всё ещё работал. Предлагаю собрать его и проверить, работает ли он сейчас. Но он всё ещё живёт и полностью функционален. Друзья, если мы соберём под этим видео 25 тысяч лайков, мы снова возьмём новый АК-103, но уже 4 цинкопатронов и повторим это для вас. Подписывайтесь. Многие эксперты в интернете говорят, что Калашников после такого количества выстрелов не то что не попадает, но и стрелять не может. Я думаю, мы доказали, что он не только стреляет, но и попадает. АК-103. 1400 выстрелов. И он даёт 2 минуты на сотку. Субтитры создавал DimaTorzok